Доброе утро! Сегодня четверг, 13 февраля, в студии Бедерниси Гусейнова. К эффективной работе призвал дагестанских чиновников Владимир Васильев на еженедельном совещании. Поводом для критики послужила недостаточная вовлеченность ответственных работников в конкретную проблему. Так, к примеру, в вопросе безопасности эксплуатации газового оборудования ситуация по-прежнему остается критической. С начала года 40 человек пострадавших. Какие еще проблемы требуют предельного внимания руководителя, узнал Магомед Баширов. Критическая тема для республики – безопасность пользования газом в быту. Система уже не один год в плачевном состоянии и по докладу вице-премьера Владимира Лемешко существенных изменений нет. Соотношение статистики погибших и пострадавших от хлопков или угара по сравнению с прошлым годом хуже. Причин таких последствий много, но главное – недостаточная работа с населением. Недоволен глава региона подходом к работе некоторых руководителей, которые недостаточно, по словам Васильева, предлагают усилия и желание изменить ситуацию. С людьми не работаем, понимаете? Сидим в кабинетах, очертили свои ответственности жесткими, удобными для нас инструкциями, а качественно ситуация не меняется. И если кто-то мне скажет, что сегодня же система, она вот отвечает поставленным задачам, я думаю, если вот так серьезно подойти, то те системы, которые выстраивали десятилетиями, они сейчас нас и привели к такому состоянию, в котором мы сейчас находимся. Недостаточная вовлеченность ответственных людей в работу приводит зачастую к плачевным последствиям для населения. Прежде всего, безопасность людей, подчеркивает Васильев, и тех чиновников, которые не могут решать задачи, будут оценивать по результатам. А они пока оставляют желать лучшего. Больше я, Петя, не буду. Не констатировать то, что это не мое, не наше, а это вот это чье-то. Я еще раз говорю, не пойдет. При таком подходе, я вас не понимаю, работать не будете. Давайте искать точки соприкосновения и выйти на такую модель, значит, это вас в первую очередь касается. Мы уже не раз на это не говорили. Чтобы у нас вот один месяц, мы послушаем вас, что подготовлено, что совместно, кто должен, и будет доклад таков. Что за месяц делаем, кто отстает, что нужно помочь, пригласить сюда специалистов, экспертов, пожалуйста, практик, пожалуйста, ресурс на что-то подачи, давайте. Что-то закупить тоже будем, но при этом каждый месяц до исправления ситуации будем засушивать и спрашивать, и оценку давать. Небольшие положительные подвижки есть в энергетическом комплексе. С 4 по 9 февраля в нескольких горных районах были отключения света из-за погодных условий. Ветхые столбы не выдерживают сильных ветров. Руководитель дагестанской сетевой компании докладывает о том, что энергетики справились с экстренной ситуацией. Получили достаточно такую серьезную высокую оценку технического руководства Россетей. Среднее время ликвидации этих нарушений достаточно такой значимый для нас показатель. Если прошлый год, это было более трех часов, то в данной ситуации, по результатам прошедших этих массовых отключений, этот показатель составил 1 час 53 минуты. О вопросах незавершенного строительства докладывает куратор направления, первый вице-премьер Гаджимагамед Гусейнов. С 1 января 2019 года по 1 января 2020 объем незавершенного строительства сократился на 9 миллиардов рублей, а из списка долгостроя исключены 1163 объекта, которые поставлены на учет. По этой проблеме сейчас идет активная работа с федеральным центром. Многое из того, что было недостроено, а это школы, больницы, дороги, будет возобновлено. Но не все и не сразу, но координированная работа даст результат. Сейчас проводим воду, а за федеральные деньги сейчас создаем мощные очистные сооружения в самых крупных городах. Это очень важно. И мы это можем делать. И я еще раз хочу поблагодарить всех вас за эту работу. И попросить еще раз задуматься, зачем ходят на работу руководители, работающие 10-15 лет и не меняющие ситуацию. Зачем? На фоне того, что мы сейчас видим. Не стесняйтесь, приходите, приносите предложения, будем искать решения. Президент страны поставил задачу сделать так, чтобы позитивные изменения почувствовали люди. Это ни разу напоминал на совещании глава республики. Сейчас делается упорно-социальное направление и так будет продолжено. Человек делает выводы о работе власти по тем изменениям, которые он видит и чувствует. А изменения такие есть, люди это видят. Главное, отметил Васильев, не снижать требования к себе, а решить можно любые задачи. В рамках общего собрания Ассоциации Совет Муниципальных Образований Республики Дагестан глава региона прокомментировал ситуацию с перебоями в подаче газа в Кайкенском районе. Владимир Васильев, в частности, подчеркнул, что первоочередной задачей для любого главы муниципального образования является обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, и что каждый руководитель на своем месте обязан знать проблему, знать, как ее решить и решать. Общей задачей власти является решение проблем жителей республики. В Кизельюрте прошла встреча академика Шамиля Алиева с местным активом и молодежью. Разработчик ракетного оружия и космических технологий на доступном языке объяснял сложные материи. Основная цель – привить молодому поколению любовь к точным наукам. Шамиль Гимбатович рассказал о своем детстве, учителях, затронул тему современного образования. Больше всего аудиторию заинтересовали беседы ученого с Расулом Гамзатовым. Говорили и о победе советского народа над фашизмом, вспоминали героев из Дагестана. Подобные встречи академик планирует провести в разных городах и селах республики. Мероприятие завершилось награждением. Академику присвоили звание почетного гражданина города Кизельюрт. Совещание, посвященное вопросу реализации отделением Пенсионного фонда России по Дагестану регионального проекта «Бережливое правительство», провел управляющий фонда Магомед Исаев. В его рамках начальник управления по Кировскому району Махачкалы Мира Абдул-Керимова проинформировал о собравшихся о направлениях, осуществляемого в данном районе проекта. На совещании также было отмечено, что административный ресурс и подписанные соглашения с рядом ведомств позволили оперативнее оказывать услуги населению. Магомед Исаев подчеркнул, что приоритетным направлением стала эффективная организация труда, расстановка сил и средств, взаимозаменяемость кадров, непрерывное обучение сотрудников фонда. Сегодня Всемирный день радио. Он отмечается ежегодно 13 февраля по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В январе 2013 года Ассамблея ООН официально одобрила провозглашение дня и в ходе 67-й сессии приняла соответствующую резолюцию. Дата проведения профессионального праздника выбрана не случайно. Именно 13 февраля 1946 года впервые вышла в эфир радио ООН, станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Дагестанское радио. Понятно каждому. Сегодня на базе исторического парка «Россия. Моя история» Дагестанское государственное учреждение, государственная экспертиза проектов проведет первый республиканский семинар по вопросам экспертизы проектной документации. Он пройдет с участием представителей проектных, генподрядных и подрядных организаций, службы заказчика и иных структур, вовлеченных в процесс проектно-строительной деятельности. Минструи России и Дом РФ планируют разработать новую программу, которая призвана наладить строительство арендного жилья для тех семей, чьи доходы ниже среднего по стране. В частности, эта программа будет дополнять нацпроект «Жилье и городская среда», в котором прописаны планы по обеспечению жильем до 5 миллионов семей ежегодно. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается утром по низменным районам местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер по Приморским районам юго-восточной 7-12, в горных районах юго-западной 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2-7, в горных районах 1-6 мороза, по предгорным районам от 2 мороза до 3 тепла. В Махачкале ожидается без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 5-7, вода в море 3 градуса. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Ввела выпуск Бедернися Гусейнова, редактор Шарипат Шульгина, звукорежиссер Мумина Талиева. О событиях дня 18.10, а мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей. Вы слушали Радио России Дагестан. Памятная дата военной истории Отечества. 13 февраля. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили город Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Но советский солдат принес венграм свободу. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.